Друзья, всем привет! С вами компания Волжанка, я Андрей Думчев. Снова раскаты, снова карп. И как обещал и планировал, сегодня я буду ловить с острова мостик номер 6. Как я и обещал, я сегодня приехал в рыболовный клуб Раскаты с целью плавить с острова, с конкретного шестого мостика. Товарищи, опытные, мне посоветовали именно этот мостик и сказали, что именно с него очень хорошо ловится и карп, и стерли. Как обычно я с собой взял 3 килограмма прикормки, темного цвета, с запахом кукурузы, мотыль крупный мелкий, немножко опарыша, две баночки кукурузы, баночка червячка, и взял с собой именно с целью плавить стерлядку полкило пелеца, как раз рассчитанный на вот эти всякие осетровые породы рыб. Не забыть поплавки и плавки, уточки и крючки, спиринг забрать у сладки и солнечные очки. Также взял еще с собой баночку какой-то там хамсы в томатном, не в томатном, в каком-то там соусе, масле, в общем, мне сказали, что на это как раз это все и клюет. Но по итогу, как оказалось, местному водяному моя хамса не понравилась. И именно из-за нее, я все-таки думаю, я сегодня хоть и видел 7 поклевок, несколько рыб я прям подержал, поводил, но у меня были сегодня исходы и обрыв один из-за зацепа. И просто я не мог подсечь карпа, хотя поводок 150, кукуруза. Ребята сегодня летают. Блин, все клевало, поводок 150. В прошлый раз такая насадка просто была у карпа там в трубе, но сегодня карп ведет себя просто отвратительно. Ну, меня предупреждали, что кормить мотылем здесь не надо, но я все-таки решил попробовать. Кинул две кормушки с мотылем и на 7 опарышей. Ну, вот, скажем так, первая рыба. От нуля ушел. Отклюнул, да, как-то? Ну и все. Нет, сошел просто. Не обрыв, нет. Прошло ровно два часа, как я начал ловить первая поклевка. Причем я сейчас поменял дистанцию. Изначально у меня была дистанция 21 метр. Я ушел на 39. Там просто мельче по глубине. На более мелкое место. Порядка там 7-8 кормушек закормочных. И буквально второй заброс на одно зернышко кукурузы. Сразу же поклевка. Причем это была поклевка именно карпа. Но он, к сожалению, сошел. То есть ни крючок не оторвал, ничего. Просто сошел в сход. Это радует. Кажется, я его нашел. И надеюсь, сейчас начнем ловить нормально. Две палки. 3.30 и 3.6. Думчев Супер Фидер. На обоях катушки Инферно. Монолеска. 0.25. Тонущая Синкинг. Наша Волжанковская. Поводки 0.15, 0.13. Наша Волжанка. Проспорт Лонглайн. Толстые поводки сегодня карпа просто отказывался есть. Просто вот клюет. 0.13. Ставишь 0.15. Как вырубает. Не подходит, не берет, не нюхает вообще. Изначально две дистанции. 16 метров в яме. И вторая дистанция на более меньшей глубине. Дистанция 22 метра. Первую я кормил как раз вот именно в расчете на стерлядку. Исключительно только пелецом. Вторая точка с прикормкой. В нее резаная кукуруза, резанный опарыш. И также целая кукуруза и опарыш. Два часа с двух точек ни одной поклевки. На одну, на дальнюю точку на эти вот 22 метра дал две кормушки с мелким мотылем. Пришла платва, пришел окунь. И решил с этой точкой распрощаться. Потому что у меня сложилось такое ощущение, что рыба, сегодня карп, ушел на более мелкие участки водоема. У меня первая точка с глубиной, ну скажу приблизительно, может быть в районе 4 метров. Вторая точка в районе 3 метров. Я ушел на пупок. При промере я сразу ощутил, что там вот на дальней дистанции в районе 40 метров гораздо мельче. Ставлю опарыша, поклевок нет. Ставлю кукурузу, одно зернышко. Буквально 3-4 минуты поклевка, не подсек. Уверенная потяжка карпа 100%. Не подсек. Второй заброс. Поклевка также 3-4 минуты. Поклевка уверенная, хорошая потяжка. Подсекаю, рыба есть, начинаю вываживать. Буквально протащил несколько метров сход. Непонятно. Третий заброс. В районе 5 минут. Опять же одно зернышко кукурузы. Подсекаю, есть рыба, начинаю вываживать. Метров в 10 протаскиваю. Куда-то встревает кормушка. Не знаю, что там такое на дне было. За что я так зацепился. Короче, отрываю где-то порядка, может быть, 30 метров монолески. Есть, еще один, еще один. Да ну что это такое? Да что такое-то? Что за зацепаль? Что там такое? Что там такое надето? Что может там на дне лежать? Причем рыба, вот она, вот он тянет. А рыба есть? Рыба на крючке, да. Вот видишь, вот леска сходит. Вон, 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 пошел, пошел, пошел. Оп, и оторвал, походу. Ну вот и все, и зацеп. Какая-то хрень там на дне. Такое ощущение, что какая-то, может быть, чья-то старая леска или еще что-то. Ну, чья-то снасть, скорее всего. Ну, в общем, обрыв. Надо все восстанавливать. Три поклевки, три поклевки, ни одной рыбы. И вот после этого обрыва все, восстановил снасть. Начинаю опять ловить с этой же точки 40 метров. Поклевок нет. Три поклевки, ни одной рыбы. Возможно, вот эта леска как-то там плавала, в этой точке. Не знаю, что происходило, но не суть. Буквально где-то час я раскармливал, раскармливал эту точку, раскармливал. Опять пришла рыба, опять поклевки, сходы. Одного поймал. Поклевка, сход. И вот в конце, вот сейчас поймал еще одного уже под финиш, еще одного некрупного карпенка, меньше килограмма. Некрупный, но очень-очень бойкий. Да куда ж ты? Блин, падла. Длина поводка опять длиннющая, 150. Я пробовал поставить 60. Что сегодня такое, а? Что за день? Я знаю, почему сегодня такая рыбалка. Вроде бы казалось, рыбу клюет, а достать я ее не могу. Вот я взял с собой вот эту вот селедку, даже не селедка, как она называется. Хамса черноморская, безголовая. Вроде бы это не еда, не закуска даже, это, блин, насадка. Не зря говорят, вот есть такая примета, что вот рыбу с собой ни в каком виде на рыбалку брать нельзя. Ну, хотя я предупредил. Я приехал, я сразу сказал, типа, ребята, ну, видать, все-таки подводного какого-то там бога это не устроило. И он все-таки понимает, что я приехал с консервированной рыбой на рыбалку. И поэтому у меня сегодня происходят вот такие вот какие-то сходы непонятные. О, я же говорю, надо что-то сделать. День сегодня, конечно, в плане клева и вообще реализации поклевок, конечно, так себе. Но опять же, это я все-таки думаю, что это вот эта килька в соусе мне все испортил. Если бы это был живец, живая рыбка, как-нибудь верховка, такого бы не было. А это... Рыба понимает, что это закуска, это еда. О, вот, вот. Что ж ты сегодня такой, а? Вот, в районе килограмма лить даже. Некрупный. Тузик, ты такой должен клевать. Просто вот я забросил, ты сразу клюнул. Ну, что это такое? Ну, тебе даже килограмма нет. Вот, 150 сантиметров поводок, краешек губы. Вот, краешек. Вот он ключик. Ну, о чем это говорит о том, что рыба сегодня в каком-то коматозе. Рыба просто сегодня брать отказывается. Вот удалось соблазнить там несколько штук на поклевку. Реализовать удалось только две штучки. Клюнул, кстати, на две кукурузы. Я уже даже грешным делом хотел поставить поводок. Ну, 0,9-0,10. Ну, потому что непонятно, что происходит. Почему карп себя так сегодня ведет. Вроде погода-то потеплела уже. Он должен просто, просто клевать. Потому что кормов точно много. Корм хороший, вкусный. Но. Что-то ему не нравится. А может быть, все-таки уже, ребята, пришла осень. Ночи холодные. Может быть, карп это уже чувствует и говорит. Мне, наверное, уже хватит. Я уже наклевался. Непонятно. В общем, друзья. Рыбалку я на сегодня закончил. Поймал двух штучек. Даже показывать их не буду. Вы все видели. Обязательно их отпущу. По ощущениям, рыба сегодня с похолоданием. Уже несколько ночей. Температура близка где-то к нулю. Ну, там плюс 5 градусов ночью. Резко похолодало. Карп, естественно, ранним утром. В небольшом, наверное, коматозе. И сейчас его стоит искать не в глубоких ямах, вот здесь, на этом именно водоеме. А все-таки искать небольшую глубину. Какие-то вот пупочки. Либо где-то под берегом ловить, где есть небольшая глубина. Потому что вот сегодня и сосед у меня, вот тоже товарищ. Он тоже перемирился и тоже ушел дальше на более мелкую глубину. И вот там он тоже всего не 2-3 штучки, он поймал карпа. Так что, друзья, если соберетесь сюда в раскаты ловить карпа вот сейчас осенью, ищите мелководные участки, где днем температура, хоть как-то там солнышко будет чуть-чуть водичку прогревать, и рыба будет уходить на более мелкие участки. Хотя с похолоданием, когда совсем уже станет холодом, ближе к октябрю, конечно же, карп уйдет в яму. Будет он клевать там или не будет, это уже другой вопрос. Скорее всего, сейчас уже с сильными такими похолоданиями карп встанет в коматоз, и, наверное, уже клевать вряд ли будет. Но появится форель, которую можно будет с таким же успехом ловить и на фидер, и на спиннике, и на все что угодно. Все, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. С вами была компания Волжанка, я Андрей Думчев. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, задавайте вопросы, пообщаемся. Все, друзья, до новых встреч. Пока.